сейчас мы начнем тестировать вот это фирменный фонарь bosch то есть вот это самый яркий свет вообще шет фонарик стоит 2700 он рабочий на руль конечно неудобно это вот немецкий фонарик лэнзер он стоит 1700 здесь вот так вот фокусируется и вот короче это немецкий типа самый крутой немец вот этот фонарик стоит примерно на 150 или 200 рублей китайский вот разница он даже не фокусируется разница он дешевый то есть вот это очень дешевый фонарь разница в том что у него линза видишь какая фигловая то есть она в точку бьет и все то есть плоская линза она не рассеивает свет такой фонарик стоит вам тоже рублей 200 он побольше он потяжелее он с таким вот интересным у него тоже линза соответственно у него регулировка фокуса через щелчок такой далеко можно светить очень мощный видишь какой реально мощный там за 200 до 250 рублей офигенный фонарик но видишь у него вот эта засветка опять линза короче дешевенькая линза вот этот фонарик уже покруче я помню такой стоит 800 рублей вот это дура короче она смотри какая-то мощная сейчас у него видишь регулировка очень такая неудобная но он очень мощный реально вот если не хуже 2000 до не хуже 2000 800 рублей как но это реально вот прям офигенно сарега опять же вишь засветка все равно линза не такая как у немецких фонарей видишь вот этот ореол вот на полной мощности для велика мне кажется вот это офигенная вещь так на сравнение светит она вот так но это на полной мощности на полной мощности катать фигово потому что ну очень ярко я вот таким фонарем водил по 30 человек по лесу то есть один я ехал с фонарем и 30 человек за мной ехало или передо мной с таким фонарем хватит его на часа полтора может на два и потом надо аккумулятор поэтому я держу вот на такой мощности такой мощности на 4 часа хватает аккумулятор у меня сейчас два аккумулятора есть на всю ночь считая на 8 часов сейчас я еще буду делать хорошую аккумулятор повышенной емкости а сколько емкости ну около 10000 примерно можно любые собрать сейчас не приедут но у него есть что фигово у него режим яркий режим средний и струба это жила пара питается от юсб пауэрбанка то есть может телефоны заряжать можно плашета заряжать вот она такая 350 рублей рассеянный свет да это самый слабый это помощнее это самая мощная но очень плохая фара но есть проблема во первых не все пауэрбанки на полной мощности эту фару тянут потому что она много потребляет реально много потребляет вот но светится она очень приличная вот для девушки на велике кататься в слабом режиме вот в таком ночью вообще все видно я тестировал 25-26 часов непрерывного ударения от вот этого пауэрбанки то есть это это если кататься на неделю может кататься по несколько часов в день вот и фишка в том что страба здесь включается отдельно то есть чтобы включить страбу надо нажать подержать понимаешь то есть не мешает тебе ты включаешь слабый средний мощный выключил страбы нет а страба включается отдельно тут очень меня порадовыми минуты фонарик я бы девчонка ухватил минус у него наоборот фишка в том что я сейчас тебе покажу вот этот фонарик стоит 150 рублей это самый дешевый из того что вообще есть средств он вот это за 150 рублей все пошел гулять просто хочешь по лесу в домашних условиях да 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 то есть смотрел какой маленький да вообще в домашних условиях просто крохотные пещеры по лесу сумму сумку в рюкзак к велосипеду если остановиться по чем поковырять да взял его вот далеко куда-то там светить то есть 150 рублей это просто цена фикс прайса практически потому что фикс прайс просто и он фокусируется в точку если маленький фикс прайс это вот он самый дешевый фонарик просто там сеть я не знаю так стать ничего кстати очень удобно для поезда было бы здесь он снизу я его взял именно значит какой целью я думал его кинуть в велосипедную сумку чтобы с собой возить то есть когда тебе что-то надо ты можешь просто взять ну посветить издалеке он не фокусируется он еще прорезинен он не фокусируется а когда тебя начнут поковырять фига и реально да вот он светит конечно круто очень мощно окна и кишки 5 в поезде да тут еще можно повесить его на карман когда свет выключают это да налобничек просто дешевый налобничек но это знаешь это вот самый дешевый вариант просто налобно лепил чуть поработать а вот с такого расстояния электрика ковыряться в машине ковыряться на чердаке ковыряться как запасной свет на велике есть главу когда крутишь но он такой простой совсем простой как бы ничего особенного нет это даже я не знаю тоже вещь линза немножко заприкует на дурче 1 насколько он вообще прям офигенно яркий крутой слабый режим слабый а вот первый режим конечно просто просто ну как вспомогательный фонарик на велике кататься на охоту ходить просто так что вот такие фонарики меня сейчас есть